2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. С каждым годом аутизм ставится все большему числу людей. Только в Краснодарском крае зарегистрировано более полутора тысяч детей и подростков с этим диагнозом. Для того, чтобы воспитать в обществе толерантное отношение к этим людям, во многих странах мира проходит акция «Зажги синим». Этот цвет выбран потому, что по статистике с аутическим расстройством рождается больше мальчиков, чем девочек. Следовательно, синий больше ассоциируется с мужским полом. К Всемирной акции присоединился и Северский район. Во многих учреждениях прошли родительские собрания, консультации для родителей и педагогов по вопросам обучения, воспитания и реабилитации детей аутистов. Акция прошла и для учащихся школы номер 43. Учреждение совместно с ЦРЦД Юстаница Северская провело тематическое мероприятие, на котором ученики узнали об особенности аутизма, собрали «Синий пазл дружбы», а в завершении приняли участие в флешмобе. Такие акции, как «Зажги синим», в очередной раз доказывают необходимость говорить о существующих в обществе проблемах и учат быть добрее друг другу. В поселениях Северского района продолжаются работы в рамках Всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка. Полным ходом идет подготовка к празднованию 95-летия района. Заметно преобразился поселок Ильский. На пересечении улиц Ленина и Первомайска появился цветущий сад. Светящиеся деревья сакуры стали настоящим украшением поселка. В ночное время декоративные светодиодные деревья мерцают неоновой подсветкой, а центральная сакура переливается всеми цветами радуги. В этом году сразу на нескольких улицах Ильского установили уличное освещение. От магазина Первомайский до улицы Центральной и по улице Толстого. Возле 17-й школы по улице Российская администрация установила двойные фонари уличного освещения. Без озеленения также не обошлось. Многие улицы поселения обзавелись цветущими клумбами. В настоящее время работники администрации обустраивают центральную клумбу на привокзальной площади. На ней пестрыми рядами уже начали высаживать виолы. Как сообщил глава Ильского городского поселения Николай Головко, сейчас проходит аукцион на строительство тротуаров. Помимо этого, уличные столбы освещения украсят декоративными светодиодными консолями. 6 апреля 2019 года в станице Убинска состоится 10-е юбилейное открытое первенство Северского района по горному бегу «Движение вверх» и первый этап Гран-при России по горному бегу среди ветеранов. В живописном подгоре Северского района, чтобы посоревноваться в выносливости, соберутся бегуны не только со всего Краснодарского края и Республики Адыгея, но и с других регионов России – из Москвы, Самары, Омска. Предварительную заявку подали более 300 спортсменов. Принять участие в забеге «Верх» на гору Собербаш может любой желающий, независимо от возраста. Главное – наличие предварительной кроссовой подготовки. К примеру, в 2018 году самому младшему участнику было всего 5 лет, а самому старшему – 82 года. Для обеспечения безопасности участников в день проведения соревнований с 8.30 и до 15 часов, трасса на гору Собербаш от дома номер 85 по улице Виноградной и до вершины горы будет закрыта для транспортных средств. Дополнительную информацию о проведении соревнований и способах регистрации в забеге можно получить в Управлении по молодежной политике по адресу Станица Северская, улица Петровского, 6, 3 этаж или по телефону 8 861 66 222 61. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf Эта гигантская смотровая башня в форме песочных часов выросла прямо посредине леса на юго-востоке Дании, недалеко от замка Гисельфельд. Её высота – 45 метров. С вершины можно увидеть всю дорогу до соседней Швеции. Новая достопримечательность уже открылась для туристов. «Просто здорово. Мы под впечатлением от ветра и этого вида. Всё очень хорошо. Там чувствуешь себя в безопасности». Подняться на вершину можно по спиральной дорожке. Её длина – 650 метров. «Фантастика. Я чувствовал себя немного неуверенно. Но здорово, что можно дотронуться до деревьев, которые растут посередине. Когда добираешься до вершины, это похоже на великое открытие». «Удивительно. Очень приятная прогулка. А когда поднимешься до половины башни и посмотришь вверх, открывается небо. Невероятное зрелище». Вершина башни находится на высоте 135 метров над уровнем моря, а верхушки деревьев ниже её – на 20 метров. «Идея в том, чтобы как можно больше людей пришли в лес и совершили эту уникальную прогулку. Это своего рода вертикальная лесная тропа ведёт вас от земли мимо стволов деревьев наверх. Там ветер раздувает ваши волосы, вы чувствуете головокружение и видите весь лес». Башня сделана из неокрашенной металлической конструкции, которая должна простоять не менее 100 лет, и деревянного настила. Для него использовали дуб. Дерево также не красили и ничем не обрабатывали, чтобы не вредить природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова